Служба новостей Латвийского радио следит за происходящим под окнами правительства уже вторую неделю. Одиночный пикетчик Айнар Скадиш разбил палатку в сквере у здания Кабмина и выставил плакаты с громкими лозунгами «Государство – палач! Политикам уголовную ответственность за невыполнение предвыборных обещаний, требуем отмены компонента обязательной закупки и другие», чем привлёк широкое внимание общественности. «Как вообще можно на мизерные доходы прожить? Власти это не интересует. Отображаю спящего политика. То, что они иногда спят на работе, это, конечно, никому не секрет. Иногда это так похоже на настоящий сон, что у меня возникают проблемы». К одиночному пикетчику присоединился кинорежиссёр Роберт Климович. Он, отец четверых детей, рассказал, что сейчас снимает фильм об онкологически больных детях в Латвии. «Приятно, когда люди едут, пипикают, там, по звуке, говорят, там, держись, но поднять свою задницу с дивана, выйти из комфортной зоны, хотя у самого вроде бы всё хорошо, это очень важно». Сам Эйнер Скадиш рассказал службе новостей свою историю. После развода с женой остался без крыши над головой. И чтобы было где жить, продал наследство – лесные угодья и луга. На вырученные средства купил маленький хутор, а остаток денег – 9300 евро – держал на счету, чтобы было чем заплатить алименты на сына и на что жить. Пенсия инвалида 100 евро – слишком малый доход. Но на свою беду Айнерс не учёл всех требований закона, вовремя не заплатил с продажи наследства подоходный налог. В итоге при пенсии 100 евро 130 у него вычитались в качестве алиментов и постоянно росли долги. «Я регистрированный безработник на бирже. Ну, конечно, я никаких денег там не получаю». Выходить на улицу нищенствовать Кадиш не стал. Решил восстать против всей налоговой системы, которую считает несправедливой, с пользой для общества. И решил голодать до победного конца. «Это не то, что мне там деньги вернут, и я поехал домой. Нет, я здесь не только за свои, я за справедливость». Все сделки по продаже имущества за редким исключением облагаются подоходным налогом, даже если речь идёт о продаже наследства, предупреждает Санта Гаранча, представитель управления службы госдоходов по взысканию налогов. «Налогом облагается не сумма продажи, а доход. Это общая такта налога 20%. Особенно если это имущество уже до 2000 года, уже человек его получил, тогда там довольно такая сложная формула, как с кадастровой стоимости вычисляется стоимость приобретения им. Он может это решение обжаловать, но, конечно, он может не делать ничего и ждать, что дальше будет делать служба госдоходов. Начинается взыскание в принудительном порядке». Насчёт человека, а также на его имущество, может быть наложен арест. «Мы всегда призываем людей не допускать ситуации уже до судебного исполнителя, всё-таки и предоставить какой-то график, чтобы этот налог был уплачен добровольно». Но Айнарс решил голодать, потому что не считает, что имеет доходы, из которых должен платить налог. «Некуда отступать, потому что мы уже у края пропасти». А голодать в палатке у здания Кабмина оказалось не так просто. «У меня возникают проблемы». Несмотря на то, что Сатверсмэ не ограничивает протесты и борьбу за свои права в демократической стране, правила Рижской думы ставить палатку в черте города строго запрещают. В итоге почти ежедневно Кадиш имел дело с полицией. Его будили ночью и проверяли документы, увозили в участок для проверки личности. И хотя сам пикетчик уверяет, что вовсе не спал, а лишь изображал спящего слугу народа, полицейские в этом сомневались. «Доказательство того, что я спал и что меня надо судить». 21 февраля полиция потребовала убрать палатку к 6 утра. А когда этого не было сделано, Кадиш был задержан за злостное неподчинение полиции. «Задержали. Палатку забрала полиция и плакаты. После пребывания в пятизвездочном отеле у меня там была прекрасная камера. Нары, да, да. Отпустили». Как пояснила представитель госполиции Гита Гжибовска, пикетчиком нарушена 175-я статья Кодекса административных нарушений Латвии, а также правила Рижской думы номер 80. «И мне грозит денежный штраф до 280 евро или заключение до 15 суток». Ряд политиков отреагировали на голодовку. Глава МВД выпил горячую воду в компании с голодающим, пригласил на переговоры. На 11-й день голодовки Айнарсу стало плохо, и по собственной просьбе он был доставлен в больницу Гай Лейзерс. В ту же ночь его выписали, и буквально через сутки он снова продолжил протест. Сторонников протестующего на 13-й день голодовки у Кабмина с каждым днём становится всё больше. Присоединяются люди с похожими проблемами. Меня зовут Георгий. Пришёл сюда поддержать Айнара после смены. Если бы государство не было палачом, то здесь бы все жили и сюда бы приезжали, а не уезжали, как это у нас происходит уже который год. Сам голодающий больше не ночует под окнами Кабмина. Пикетируют только днём. Пока есть силы. Светлана Гинтер, служба новостей Латвийского радио. Продолжение следует...